Сегодня с визитом в Киеве был госсекретарь США Блинкин. В ходе переговоров с Зеленским он говорил, что поддержка США будет продолжаться так долго, как это необходимо. Блинкин сообщил о направлении Вашингтоном 2 миллиардов и 200 миллионов долларов на долгосрочные программы по укреплению военного потенциала Украины и ее соседей, включая страны НАТО. А до этого министр обороны США Остин, находящийся в Германии, заявил о направлении Украине новых вооружений на 675 миллионов. Речь идет о поставках новых ракетных установок, гаубиц, боеприпасов, антитанковых систем, бронированных машин скорой помощи. Это уже 20-й транш оружия и военного оборудования из американских арсеналов. Американская военная помощь Украине превысила в настоящее время 13,5 миллиардов долларов. Украинские военные сегодня заявили, что они смогли продвинуться в некоторых местах в районе Харькова на 50 километров, освободив 20 населенных пунктов. Вчера Американский международный институт изучения войны сообщал, что украинские силы в целом продвинулись на 20 километров, во всяком случае к тому времени. И продвижение на 20 километров, не говоря уже на 50, это, наверное, первое столь крупное и быстрое наступление украинских войск. С Южного фронта сегодня сообщали об интенсивных взаимных обстрелах, но без существенного продвижения войск. Украинские военные сегодня заявили, что целью их является освобождение Херсона к концу нынешнего года. А представитель Пентагона сказал, что цель это освобождение к концу года является амбициозной, но будет реальной, если украинцы станут успешно продолжать свои нынешние военные операции. Ученые Тель-Авивского университета объявили, что нашли два вида антител, которые могут нейтрализовать все известные до сих пор разновидности коронавируса. Причем эффективность их 95%. Эти антитела также усиливают иммунную систему людей, которые находятся в категории наибольшего риска. Согласно исследователям, инъекции антител могут стать эффективной альтернативой вакцинам, особенно для людей в возрасте или с ослабленной иммунной системой. В настоящее время имеет место, конечно, дорогая, не всегда достаточно эффективная практика постоянного вакцинирования, поскольку эффективность этих уколов через несколько месяцев снижается. Нынешние исследования являются продолжением работ, которые начались еще в октябре 2020 года в разгар эпидемии вируса. Израильские ученые выделили тогда из крови выздоровевших от вируса 9 типов антитела, а сейчас было подтверждено, что два из них являются высокоэффективными и в борьбе с такими разновидностями вируса, как дельта и омикрон. Выделенные израильтянами антитела были направлены для экспериментов также в университет Сан-Диего и тестирование там показало их высокую тоже эффективность. В следующей части о том, что в Америке хоть редко, но журналистам тоже иногда грозит физическая расправа. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...